За последние годы в связи с научно-техническим прогрессом возросла роль профессии технических специальностей. Время диктует свои законы и новые условия жизни, и чтобы адаптироваться к стремительно растущим нуждам человечества, современные специалисты должны обладать широким кругозором и уметь решать конкретные задачи в конкретных сферах, чтобы облегчить жизнь современного человека. В настоящее время именно импортозамещение в нашей стране набирает обороты и открывает новые возможности для подрастающего поколения. В связи с сложившейся ситуацией в мире у электрогорского металлического завода почти не осталось иностранных конкурентов, и его производство можно назвать уникальным. Количество рабочих мест растет вместе с зарплатой, открываются новые перспективы. Игорь Иванович, расскажите, пожалуйста, кратко о преимуществах технических профессий в наше время. В нынешних реалиях технические профессии как никогда актуальны в связи с уходом западных производителей. С нашего рынка нагрузка на наше предприятие сильно возросла, специалистов и раньше не хватало, и сейчас проблема обострилась. Я думаю, что в ближайшие годы и даже десятилетия технические специальности будут очень востребованы, так как молодежь не очень сильно хочет идти на производство, основная часть. Поэтому перспектива очень большая у технических специальностей. Какие навыки у вас приобретает молодежь и как проходит практика? Ну, практика у нас мало чем отличается от обычной работы. Мы берем студентов в штат, платим им зарплату, закрепляем их за опытными специалистами, которые передают им навыки, свои навыки и умения. Стараемся до 30% штата брать выпускников вузов, техникумов, колледжей без навыков работы, чтобы научить их на предприятии. То есть обучаете прям с нуля? Да, обучаем с нуля. Можно пару слов о коллективе? Коллектив за последний год увеличился в связи с многократным увеличением нагрузки. Коллектив у нас дружный, сплоченный. Ребята участвуют в турслетах. У нас на заводе есть спортзал для бесплатного посещения сотрудников. То есть вы еще и спортивные все? У нас очень много спортсменов. Это только на первый взгляд кажется, что современный мир держится на коммерческой основе. Однако за всем этим стоит исполнительная система в лице так называемых технорей. Развитие экономики, медицины, индустрии и промышленности не может обойтись без новых профессионалов. В Электрогорске много предприятий, которые готовы взрастить в своих стенах поколение новых специалистов. Но именно металлический завод стал первооткрывателем в образовательной ступени. В прошлом году состоялось подписание соглашения о вхождении электрогорского предприятия «Элемет» в федеральный проект. Новая программа подготовки кадров «Профессионалитет», разработанная Министерством просвещения, рассчитана на выпускников девятых классов. Ее цель – быстро и качественно обучить молодежь навыкам необходимым рынку. Другими словами, обеспечить страну рабочими руками, востребованными кадрами. Сейчас эта программа находится в зачаточном состоянии, но мы надеемся, что уже скоро выпускники электрогорских школ смогут реализовать себя в своих технических интересах. Сейчас двери «Элемета» открыты для практикантов. Каждый студент, связавшись свою жизнь с технической профессией, сможет обучиться всем необходимым навыкам, умениям и построить желаемую карьеру. «Ты учишься на сварщиках, правильно? И расскажи, почему ты выбрал эту профессию?» «Я выбрал профессию сварщика, так сейчас эта профессия довольно востребовательна, техническая. Ну, буквально, просто. Насколько сложна твоя профессия на практике? Вот ты на заводе делаешь какие-то задания, прям работаешь полноценно. И все ли у тебя получалось с первого раза?» «Ну, получалось не все, конечно, с первого раза, но профессия вообще сама по себе не сложная. Самое главное – много практиковаться и соблюдать технику безопасности». «В чем преимущество твоей профессии перед профессиями программистов и дизайнеров?» «Данная профессия вообще прибыльная. Пользуйтесь просто на рынке труда, скажем так. И, в принципе, все. И можно будет найти легкую работу по моей специальности». «Рабочие условия здесь достаточно комфортные?» «Да, комфортные. Хорошее рабочее место, хороший квест-клиф. Опытное начальство. Вен, конечно, мне помогал, мой начальник цеха. Никай Владимирович, также мой мастер. Котов Александр. «И какие планы на будущее есть в перспективе? Планы развивать свою профессиональность по данному направлению?» «Да, конечно. Это служить в армии и вернуться сюда же, обратно на завод». «Ты учишься на слесаря и проходишь здесь практику. Расскажи, почему ты выбрал такую профессию?» «Потому что до этого меня тянул всегда к машинам, занимался до этого в гаражах и решил пойти на эту специальность, чтобы самому разбираться в этом». «У тебя с первого раза все получалось?» «Нет, не с первого. Мне показывали, объясняли по нескольку раз, чтобы понять, что да как». «Не каждый сейчас учится таким тяжелым техническим профессиям. Многие выбирают профессии программистов. Дизайнеров, расскажи, в чем преимущество твоего выбора?» «Я думаю, преимущества особого нет, так как умственный и физический труд, они немного различны. И физический труд, он труд более мне подходит, так как мне нравится разбираться в этих машинах». «Как коллектив? Дружный?» «Коллектив очень дружный, во всем помогают. Начальник также во всем помогает разбирать, что да как. То есть мне нравится здесь работать. И в дальнейшем я планирую сюда тоже опять прийти». Бесспорно, технические специальности очень важны в современном мире. Это мозг любой страны, и пусть каждый слесарь, сварщик и токарь знает, что знания и труд приведут к высокой профессиональности и успеху. Будущее за вами!